Мой четвертый любимый персонаж И мне кажется, этот персонаж создан для того, чтобы показать, почему столько людей творчества делают то, что они делают Ведь всегда есть риск, что то, над чем они работали, не обретет признание А некоторые, возможно, вообще никогда не получат признание Или такого признания, которого они добивались Но этот персонаж напоминает, что ты должен это делать только потому, что ты сам это хочешь делать Черт, ты просто обязан это сделать И даже если окажется, что никому не понравится твое творение, это не важно, потому что это не та причина, по которой ты начал это делать Ведь ты начал это делать из желания творить И оно не ослабнет, пока что-нибудь не сделаешь В мире, где столько людей только и делают, что пытаются угодить другим людям Остался предмет для восхищения для людей, которые делают только то, что хотят, потому что они этого желают Это никому не навредит и никого не заставляют насильно смотреть на их результат Это просто такой способ самовыражения, пусть странный и нетрадиционный, конечно И если тебе не нравится, что ж, тебе просто не нравится Кто мы такие, чтобы говорить, что они могут делать, а что нет? Можно в итоге пошутить над ними И хорошенько посмеяться, пытаясь понять, насколько же плох материал Но сам энтузиазм, с которым персонаж приступает к любимой работе Насколько он ей предан и никогда ее не бросит Сам по себе не просто вдохновляет нас, а вызывает привыкание И безусловно, большая часть чувства преданности моему делу идет от этого героя Каждый художник должен быть готов к тому, что у них не все будет получаться идеально Будут ошибки И также будут работы, которые не всем понравятся Да черт возьми, большинство может их просто возненавидеть Но если ты начал заниматься этим только чтобы людям понравиться, то твоя работа — это неправильная мотивация И это делает Эд Вуда таким особенным Даже если он делает ужаснейшие фильмы, он вступил на этот путь только потому, что это то, чем он хочет заниматься Это была его жизнь, это была его любовь Я видел многих людей, которые могут сделать что-то хорошее, но ненавидят каждую секунду процесса А смотря на экранизацию, можно предположить, что он хорошо повеселился в процессе работы И он никогда не был гадким, грубым или циничным Он всегда был таким жизнерадостным и оптимистичным Такой вовлеченности в процессы самоотдачи просто нельзя не отдать должное Что не день в фильме его показывают как ребенка в магазине сладостей Я просто люблю смотреть на его восторг, насколько он счастлив И сколько бы всяких проблем не вставало у него на пути, он просто пожимает плечами и говорит «Пфф, найду другой способ» В конечном счете, его работа нашли зрителей Ну, возможно, не тех зрителей, на которых он рассчитывал, и не по тем причинам, по которым он, возможно, хотел Но зрители все равно есть И если судить по этой экранизации, то, по моему мнению, он был горд этим Он выглядит таким довольным из-за таких мелочей, так что я думаю, он был бы рад такому вниманию Как и со всем в этом фильме, он просто пожмет плечами и скажет «Это шоу-бизнес, бери все возможное» Чем этот персонаж постоянно и занимался? Он делал все возможное Да, конечно, из-за чего-то он мог уныти Да, он долго набивал шишки Но, тем не менее, он всегда вставал и продолжал идти С улыбкой и крепкой хваткой Получит ли он повсеместно признание при жизни или абсолютно ничего, не важно Ведь он всегда будет делать свое дело в любом случае Я думаю, что это и есть доказательство истинного художника Не все художники должны быть великими Я видел многих ветеранов, которые постоянно жалуются на то, что они делают Тех, которые просто не ценят своего невероятного дара, с помощью которого они могут познавать этот необъятный мир творчества Если только подумать, сколько работ способны на такое или предназначены для этого То Эд Вуд пробуждает саму силу креативности Я люблю, что он такой счастливый Я люблю, что он такой странный И я люблю, что он ничего не скрывает И я люблю, что он пользуется всеми возможностями с заразительной улыбкой на лице Я люблю его за мысль, что если двигаться вперед, ничто не сможет тебя остановить на пути Что ж, в итоге желание этого персонажа исполнилось И он стал одним из моих самых любимых И как Эд Вуд не может потерять сильнейшее увлечение кино, так и я не могу потерять сильнейшее увлечение его увлечением А я вот, знаете, дорогие друзья, не самый большой фанат старого кино, такого черно-белого Хотя если есть что-то такое стоящее, то прям прошу вас, напишите в комментариях Я хочу посмотреть просто и восхищаться Короче говоря, за перевод и субтитры в очередной раз спасибо Анжелике Юриной Ну а озвучил и адаптировал, как всегда я, Минлигореев Максим Ну а ты, мой друг, подпишись на канал И как я уже сказал, ставь комментарий, там поставь лайк этому видео И пусть мои видео не набирают достаточно популярности Но все равно, они же хоть кому-то нравятся и кому-то они нужны А значит я доволен, счастливо!